Добрый день! Мы сегодня приступаем к рассмотрению цикла лекций, посвященные вопросам использования связей с общественностью на российском предприятии. Длительное время такое понятие, как связь с общественностью или public relations, не использовалось в практике российского бизнеса, и это понятие было незнакомо большинству предпринимателей, которые работают на российском рынке. Но в последнее время ситуация изменилась, и многие фирмы проявляют очень большой интерес к тому, чтобы создать в своей структуре службу, которая специально занимается вопросами связи с общественностью, и, в общем, заниматься деятельностью, которая называется пиар, в рамках своего коммерческого предприятия. А почему возникла такая необходимость? Чем это связано? Ведь мы длительное время развивались в условиях плановой экономики, не было конкуренции, не было, так сказать, состязательности на рынке, и потребность в пиар-деятельности не существовала для наших предприятий. Но вот переход России в систему рыночных отношений составил в корне изменить работу предприятий на рынке и использовать многие элементы современного маркетинга и менеджмента, которые очень широко уже используются в мировой практике. И вот одно из таких направлений, которое является важным элементом современного менеджмента, является пиар-деятельность. К этому еще и подталкивает нас то, что мы постепенно становимся все более открытой стороной и включаемся в процесс мирохозяйственных связей. А это заставляет нас конкурировать не только на внутреннем, но и на глобальном рынке. Это заставляет нас изучать мировое хозяйство, так сказать, все мировые процессы. И заниматься таким важным элементом в современной экономике, как создание имиджа, создание имиджа своей фирмы, своего предприятия, что требует также определенной технологии работы и подготовки специалистов определенного уровня. Поэтому сегодня мы будем с вами рассматривать всю сферу деятельности, связанную с пиар-технологиями. И более подробно рассмотрим вопросы, связанные с использованием приемов и инструментов связи с общественностью в работе коммерческой организации. Дело в том, что это сейчас пиар или паблик-релэйшн, или связь с общественностью, это все, так сказать, в принципе одно и то же. Одно из наиболее интенсивно развивающихся функций современного менеджмента. И в то же время это быстро растущая сфера маркетинговых коммуникаций. Пиар имеет уже почти столетнюю историю в мировом, так сказать, измерении, но совершенно новое явление в российской практике. И вот дальнейшее развитие пиар как области знания и сферы практической деятельности в России объективно связано с тем, что в России происходит становление политических институтов демократии. Общество демократизируется, и, естественно, мы должны и взять на вооружение такой инструмент, который сейчас очень широко используется, это, так сказать, деятельность связанная с пиаром. И любая организация сейчас, особенно вот на пороге вступления России во всемирную торговую организацию, о чем постоянно ведется сейчас речь, требует научиться управлять своей позицией любой фирмы в глобальном информационном пространстве. И Россия также движется к постиндустриальной информационной ступени цивилизации. Мы сегодня будем говорить о том, что такое, так сказать, пиар-деятельность как функция менеджмента. Но я хочу сказать, что чем вызвана такая, так сказать, большая востребовательность к тому, чтобы каждая компания, особенно крупная, создавала у себя вот это важное направление. Дело в том, что происходит рост образованности, квалификации, информированности занятых, и, так сказать, это требует от менеджмента и использования более тонких методов управления. А чтобы управлять, мы должны не только управлять фирмами, мы должны научиться управлять событиями. И уже недостаточно здесь управлять только поведением людей. И надо научиться управлять тем, что люди думают и чувствуют, и формировать общественное мнение и настроение. Вот надо научиться управлять общественным мнением. А это, в общем, очень непростая задача. Поэтому надо сделать так, чтобы установить коммуникации с различными группами общественности. А это партнеры, средства массовой информации, местная общественность, госструктуры, финансовая общественность, те люди, которые на вашем припятии заняты. Вот все вот это входит в понятие общественности. Надо научиться, так сказать, управлять вот мнениями, мнениями различных групп общественности. Я уже сказал, что важным фактором интенсивного развития пиар в России является интернационализация и глобализация. То есть происходит глобализация рынков производства, капитала, услуг. И, естественно, глобальные компании становятся основными игроками на современном мировом рынке. И вот глобальные компании пришли в нашу страну. Транснациональные компании, многонациональные. И они вместе со своими технологиями, вместе со своими товарами и бизнесом принесли определенную деловую культуру. И, конечно, вот важным элементом такой деловой культуры является и функция пиар. Поэтому мы должны понимать, что это важный элемент управленческой культуры, который необходимо взять на вооружение в любой компании, особенно компании, которая выходит на международный рынок. Поэтому, так сказать, вот сейчас мы рассмотрим более обстоятельно такой вопрос, как паблик релэйшнс или пиар, как функция менеджмента. Если мы рассматриваем, так сказать, функциональные структуры управления, так сказать, паблик релэйшнс, то мы можем представить это таким образом. Значит, паблик релэйшн – это одна из наиболее значимых функций управления в современной организации. И на высшем уровне организационного управления находится маркетинг, финансовый менеджмент, менеджмент человеческих ресурсов, менеджмент информационных систем, менеджмент операций. Вот на этой схеме, которая вы видите на экране, показано, что в любой организации, так сказать, вот генеральный директор курирует следующие, так сказать, подразделения. Это директор по маркетингу, директор по коммуникации или по паблик релэйшн, директор по информационным системам, финансовый директор, директор, так сказать, человеческих ресурсов или там по кадрам, и директор по операциям. Паблик релэйшнс сейчас рассматривается как самостоятельная функция менеджмента по установлению и поддержанию коммуникации между организацией и ее общественностью. Существует множество определений, как мы можем сформулировать, так сказать, что такое паблик релэйшнс. Я вам просто приведу некоторые определения, которые существуют. Пиар – это построение правильных коммуникаций между компанией и целевыми аудиториями. Вот одно определение. Пиар – это информировать, образовывать, вызывать доверие. Следующее определение. Третье определение. Это осознанное осуществление процесса общественной коммуникации. Еще одно определение. Пиар – это усилие, направленное на то, чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а также на гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами общественности и наоборот. Пиар – лучший способ создать бренд, реклама – лучший способ ее поддерживать и так далее. То есть существует несколько определений. Но в одном определении мы не в состоянии дать, вот, так сказать, полное концентрированное представление, что такое связь с общественностью. Но вот такая формулировка, как функция менеджмента по установлению и поддержанию коммуникации между организацией и ее общественностью, мне представляется, так сказать, очень удачной. Мы говорим о том, что любая коммерческая организация должна руководствоваться, так сказать, современными методами управления и использовать менеджмент. И менеджмент организации – такая сфера деятельности, которая очень, так сказать, уже широко используется в российской практике, она постоянно, так сказать, как бы расширяется и обогащается, так сказать, деятельность. И вот менеджмент организации нуждается в понимании отношений и ценностей своей общественности для того, чтобы достигать цели организации. То есть организация, в которой вы трудитесь, она постоянно находится, так сказать, во взаимоотношении с какими-то общественными структурами. И вот для того, чтобы поддерживать вот эти отношения, существует и такая сфера деятельности, как public relation, которая, в общем-то, является своего рода советником для менеджмента и как посредник помогает транслировать частные цели в разумные, общественно приемлемую политику и действия. И вот как функция менеджмента public relation охватывает следующее, охватывает следующее направление. Как функция менеджмента public relation охватывает вот следующее, которое мы можем как бы здесь сгруппировать. Предвидение, анализирование и интерпретирование общественного мнения. Отношения и вопросов, которые могут воздействовать во благо и во вред на операции и планы организации. Это вот одна из функций. Второе. Вот как функция менеджмента public relation может, так сказать, заниматься консультированием менеджмента на всех уровнях организации в отношении политики решений, курса действий и коммуникации, учитывая их общественные последствия, а также социальную и гражданскую ответственность организации. Далее мы сюда можем включить такую важную составляющую, как исследование, введение и оценку на постоянной основе программ действий и коммуникаций для достижения информированного общественного понимания, необходимого для успеха целей организации. Планирование и реализацию организационных усилий для влияния на общественную политику или ее изменения. Постановку целей, планирование, бюджетирование, рекрутинг и обучение штата, разработку средств обучения. Паблик релейшн требует определенной подготовки, поэтому нельзя сказать, что это только сфера затрагивает экономические или управленческие элементы. Тут необходимы знания, и мы специально одну лекцию посвятим именно вопросам подготовки специалистов для того, чтобы они могли работать на службе паблик релейшн. Но знания тут необходимы, чтобы профессионально заниматься этой службой. Следующее – это искусство коммуникации, психологию, социальную психологию, политические науки, экономики, основы менеджмента, этику. И технические знания также вам необходимы, чтобы исследовать мнение, анализ общественных задач, провести рекламные акции, публикации. Паблик релейшн связаны с производством фильмов, видео, специальных событий, с подготовкой речей, презентацией. И, конечно, вот паблик релейшн – уже настолько развитая сфера деятельности, что представляет собой эта деятельность как самостоятельную функцию или управленческую подсистему организацию в силу целого ряда причин. И вот как эта самостоятельная, так сказать, сфера деятельности, она имеет свои причины. Ну, первое – пиар организации имеет собственные цели и задачи. Собственные цели и задачи. Я скажу, какие это цели, но пока просто вы должны понять, что почему мы обособленно должны рассматривать пиар деятельностью вот в деятельности вашей организации. Значит, свои цели и задачи. Второе – пиар имеет свой объект управления, в том числе общественное мнение, поведение, целевые группы. То есть пиар деятельность свой объект управления выделяет. Пиар имеет собственные средства и методы, инструменты достижения цели. Это коммуникация, обмен информацией. То есть свои инструменты используются. И пиар имеет свой собственный бюджет – кадровые, материальные и прочие ресурсы, которые необходимы для реализации целей и задач. И, конечно, в организациях пиар могут административно обосабливаться, вестись в рамках специального подразделения, отдела, департамента, управления. В некоторых службах – это несколько человек, а в крупных компаниях – это, может быть, и 100, и 200 человек, которые этим заняты. Поэтому, в общем, административная обособленность сферы деятельности для многих предприятий – это уже тот факт, который мы должны воспринимать, как уже состоявшееся такое явление – вычленение пиар-структуры. Основная цель ведения пиар-деятельности организации – это, прежде всего, создание внешней и внутренней социально-политико-психологической среды, благоприятной для успеха организации, и обеспечения необходимого поведения этой среды в отношении организации. То есть мы должны через пиар-деятельность формировать какую-то благоприятную среду для вашей структуры, для успеха вашей организации, и вы должны именно обеспечить необходимое поведение этой среды в отношении организации. Вот это основная цель. Основная цель, ради чего вы создаете это направление. И вот с точки зрения топ-менеджмента организации среда может условно быть разделена. Вообще понятие среды, оно очень важно. Любая организация работает не в безвоздушном пространстве, а в какой-то определенной среде. И вот мы выделяем внешняя среда организации и внутренняя среда организации. Формально границы такой четкой нет. Внешняя среда – это ваши организации, это потребители, поставщики, конкуренты, партнеры, органы и структуры госрегулирования, инвесторы. Это широкая и местная общественность. И, так сказать, какие-то общественные организации. Это вот все входит в понятие, так сказать, вот внешней среды. Но очень важная вот эта составляющая – внешняя среда. А что является внутренней средой организации? Она представлена теми занятыми, которые в самой организации. Сотрудники, которые вот реализуют все функции, и в том числе и управленческие. И вот как раз являются различные группы общественности, как во внешней среде, так и во внутреннем. И вот это основное направление, куда адресована деятельность, пиар, в общем, пиар-структура. И вот целевые группы общественности или направление деятельности, пиар, определяются стратегическими и ситуационными факторами. Поэтому вот давайте посмотрим, как можно изобразить основные группы общественности, составляющие среду деятельности организации. Вот на экране вы видите, что ваша организация взаимодействует с такими группами общественности, как потребители, инвесторы, общественные организации, неприбыльные организации. Это вот те, которые, так сказать, занимаются там различными, ну, охраной окружающей среды, допустим, так сказать, там, группа потребителей. Занятые, местная общественность, поставщики, госструктуры, широкая общественность. Вот так можно представить взаимодействие вашей организации с различными группами общественности. И зачем мы это сделаем? Потому что мы это делаем для того, чтобы понять, что основными сферами или направлениями деятельности, пиар, являются работами со средствами массовой информации или СМИ, это отношения с потребителями, это затем, так сказать, мы должны использовать различные инструменты коммуникации и отношения с государственными и местными органами управления налаживать. Все вот это требует определенной работы. И следующий вопрос, который очень тесно связан, так сказать, с пиар-деятельностью, это вопрос, который надо рассмотреть самостоятельно. Это вот вопрос общественности, общественное мнение и отношения. Потому что ядро работы пиар-службы является воздействием на состояние общественного мнения. Вот мы говорим, общественное мнение, общественное мнение. Что это такое общественное мнение? Общественное мнение – это фон, атмосфера, в которой ваша компания работает. И эта атмосфера может быть различной. Она варьирует. Она варьирует от благоприятной, дружественной до неблагоприятной. И даже враждебной, так сказать. И поэтому большинство акций паблик-релэйшн проводится с целью. Первое – это убедить людей изменить свое мнение по какому-то вопросу. То есть вы должны так воздействовать на общественность, чтобы общественность изменила свое мнение по тому вопросу. Или там по продукту, или по вашей организации. Второе – когда нет общественного мнения, вы должны сформировать общественное мнение. Это тоже деятельность пиар-службы. Надо создать это общественное мнение. И третье – это усилить существующее мнение общественности. Существующее мнение общественности необходимо усилить. А что такое общественность? Что мы понимаем, когда говорим общественность? Общественность – это группа людей, во-первых, оказавшихся в аналогичной, неразрешенной ситуации, а во-вторых, сознающих неопределенность и проблематичность ситуации, и в-третьих, реагирующих определенным образом на создавшуюся ситуацию. Общественность, так сказать, многомиллионная аудитория может быть. В качестве общественности может рассматриваться группа потребителей потенциальных на презентации нового продукта. Если вы занимаетесь политическим пиаром, то кандидат в депутаты, он проводит свою кампанию с жителями избирательного округа. Для него жители избирательного округа – это общественность. И вот деятельность пиар направлена на обеспечение желаемого поведения целевых групп общественности посредством влияния на общественное мнение. И вот здесь мы вводим понятие «мнение». Компания стремится формировать о себе позитивное общественное мнение. Мы должны формировать позитивное общественное мнение. Это делается для того, чтобы обеспечить желаемое поведение потребителей. Что такое желаемое поведение потребителей? Если коммерческая структура, это значит, вы должны склонить потенциальных потребителей покупать продукты компании. Вот компания должна предпочесть покупать продукты вашей компании. А кандидат, допустим, в ходе предвыборной кампании, он стремится улучшить мнение избирателя о себе. И вот это позитивное мнение, оно формируется для того, чтобы обеспечить желаемое поведение избирателя на выборах. И вот мнение – это выраженное отношение по какому-либо вопросу. Выраженное отношение по какому-либо вопросу. И только после того, как отношение выражено в форме мнения, в дискуссии или другой публичной коммуникации, оно способно влиять на формирование и изменение общественного мнения. И вот можно, так сказать, представить мнение в поведенческом процессе. Как можно вот это... Мнение в поведенческом процессе можно представить так, что, в общем, ценность, потребность, интересы, отношения, мнения, действия. Общественное мнение – это совокупность многих индивидуальных мнений по конкретному вопросу, застрагивающему группу людей. И общественное мнение – это своего рода консенсус. Консенсус, который мы хотим достигнуть. Развитие рыночных отношений в нашей стране, а также развитие предпонимательства, требует постоянного совершенствования механизма установления и поддержания взаимосвязей предприятий с различными категориями общественности. Предприятие должно постоянно думать о том, чтобы вот совершенствовать вот это отношение с различными группами. Я вам уже сказал, что общественность – это внутренняя, так сказать, внутренняя среда, которая включает тех людей, которые трудятся на вашем предприятии, и внешняя среда, которые тоже различные группы общественности включают. И вы должны эти категории понимать, с которыми ваше предприятие взаимодействует. Это персонал, это поставщики, потребители, акционеры или кредиторы. Кредиторы тоже являются определенным, так сказать, сегментом общественности. И вот реализация таких взаимосвязей оказалась одной из важнейших функций управления. Если у вашего предприятия репутация недостаточно высокая, вы не получите кредитов, ваши акции не будут покупать, вы можете не иметь хороших, надежных отношений с поставщиками, потребители не будут отказывать предпочтения к вашей продукции. То есть вам надо постоянно заниматься вот этими вопросами. И, конечно, поэтому и считается, что связь с общественностью является неотъемлемой частью системы управления любой организационной формы деятельности. И некоторые, допустим, рассматривают связи с общественностью как гуманитарную поддержку бизнеса. И как, так сказать, прикладной метод работе бизнеса при реализации всех остальных функций управления. Но многие считают, что базовые методы связи с общественностью имеют самостоятельное значение и четко обозначенные цели сферы применения. То есть некоторые эксперты говорят, что связь с общественностью это поддержка бизнеса и предпринимательства. А другие, так сказать, специалисты в сфере менеджмента говорят, что это все-таки уже самостоятельная такая сфера деятельности. Конечно, связь с общественностью очень широко используется в промышленно развитых странах и в различных фирмах. И, конечно, связь с общественностью уже как бы инкорпорирована в работу всех западных фирм. А какие они решают задачи, вот, используя этот инструмент? И вот я хотел бы перечислить вам эти задачи, которые очень широко, так сказать, решаются с очень широким использованием инструмента связи с общественностью. В промышленно развитых странах связи с общественностью используются специалистами различных фирм разрешение таких задач. Каких задач? Подбор мотивации обучения персонала. Вот очень важная задача, и пиар тут взят на вооружение. Улучшение взаимоотношений служащих компаний. Значит, внутренний маркетинг, внутренний пиар, он помогает решать и эту важную задачу. Оптимизация маркетинговой политики. То есть пиар-деятельность – это элемент маркетинга, и каждый элемент не используется самостоятельно. Всю маркетинговую политику мы должны оптимизировать, и вот пиар позволяет это усовершенствовать. Управление финансами. Управление финансами. Развитие экспортной базы. Подготовка и проведение рекламных компаний. Организация специальных пиар-мероприятий. То есть пиар-мероприятия – это выставки, презентации, приемы, или там, если вы запускаете какую-то новую модель в производство, вы об этом проводите какое-то специальное такое событийное мероприятие. Затем охрана окружающей среды, защита прав потребителей. Вот это такие задачи, в решении которых широко используются во многих странах элементы пиар-деятельности. И, конечно, мы изучаем международную практику для того, чтобы и на российском предприятии внедрять элементы управления, которые существуют вот в западном менеджменте. И, конечно, современный российский бизнесмен должен владеть основными методами связи с общественностью. И уже во многих высших учебных заведениях ведется подготовка специалистов по связям с общественностью. И даже Министерство высшего образования выдает лицензию на открытие выпускающих кафедр по этой дисциплине. Но многие российские бизнесмены, в общем-то, не могут получить специальное образование, но вместе с тем они имеют возможность заниматься самоподготовкой, самоподготовкой в сфере связи с общественностью. И, конечно, при подготовке специалистов, в общем-то, особое внимание надо уделить изучению следующих вопросов. Вот что мы должны изучить. Потому что у нас, у многих специалистов, есть образование, которое мы получили в советское время, но мы не получали образование, то, которое требуется сейчас для работы в пиар-службе. Значит, вот, современный российский бизнесмен должен владеть основными методами связи с общественностью. И, конечно, при подготовке специалистов мы должны вот следующие вопросы более обстоятельно изучать. Этика отношений с прессой. Значит, научиться работать очень, так сказать, деликатно и дружественно с масс-медио и прежде всего с прессой. Далее, вам обязательно надо овладеть такой сферой деятельностью, как правило предоставления информационных услуг. То есть, вы должны постоянно о своей коммерческой организации какие-то предоставлять в прессу какую-то информацию. И вот правило предоставления информационных услуг – это тоже специфическая сфера деятельности. Далее. Особенности подготовки пресс-релизов и писем в редакцию. Паблик-релизов – это постоянное напоминание о вашей фирме. И вы должны научиться изготовлять пресс-релиз, письма в редакцию. И это тоже связано с определенной квалификацией и требует определенной технологии. Организация работы информационного центра фирмы. Что это такое? На любой фирме, конечно, есть отдел информации. Как этот отдел должен работать? И на кого он должен ориентироваться? Работа – это с рекламными агентствами, с телевидением, с прессой. Это тоже своя сфера деятельности, которая должна менеджеру быть известна. Особенности проведения пресс-конференции, приемов и деловых встреч. Пресс-конференция, приемы и деловые встреч – неотъемлемая часть в деятельности современной коммерческой организации. И вот как это организовать и провести, тоже необходимо знать специалистам, которые хотят у себя наладить пиар-деятельность. Правила посещения объектов представителями средств массовой информации другими приглашенными лицами. Это вот то, что связано с тем, чтобы представить вашу фирму, в общем, средством массовой информации в на лучшем виде. И это тоже требует определенной, так сказать, квалификации. Взаимодействие с телевизионными и радиовещательными компаниями. Это то, примерно, о чем следует говорить, когда мы речь ведем о подготовке специалистов по пиар-службе. И, конечно, эффективная деятельность менеджера определяется наличием у него знаний в области создания фирменного стиля, организации работы с типографией, издания внутренних газет. Все это требует, так сказать, определенных знаний. И, конечно, мы должны говорить о том, с чего мы должны начинать на фирме работу по пиар-деятельности. Ведь если у вас такой службы не было, то вам необходимо с чего-то начинать. С чего-то начинать. И как вам сделать первые шаги по созданию такой службы. И вот первоочередные шаги по налаживанию пиар-деятельности требуют выполнить хотя бы какой-то минимум работ. И этот минимум может быть связан, так сказать, с перечислением следующих таких направлений. Первое – это определить цели и задачи своей пиар-компании. Вы ведь должны подготовить первый контакт на различные аудитории. И пиар-вать – это не является самоцелью. Вы создаете у себя такую службу не для того, чтобы ее создать, а для того, чтобы получить лучшие результаты в вашей коммерческой деятельности. И, конечно, тогда надо подумать, а что вам не хватает для достижения лучших результатов? Какой образ компании вас выделит среди конкурентов? Вы должны очень хорошо продумать вопрос о том, какую-то изюминку найти для вашей компании, чтобы вы выделялись среди других. И, конечно, надо проанализировать особенности вашей организации, попытаться найти уникальную, свойственную только вам особенность, и сделать эту особенность наиболее яркой чертой в глазах ваших целевых аудиторий. Это вот первый шаг, который вы должны предпринять. А второе – это определить ваши целевые аудитории. Целевая аудитория – это вот на кого вы хотите свою пиар-деятельность, в общем-то, адрес кому вы хотите адресовать. Это могут быть и как одновременно все перечисленные пункты, так и отдельные позиции. Ваша целевая аудитория – это клиенты, партнеры, средства массовой информации, персонал, органы власти, инвесторы. Поэтому вы должны четко, прежде чем проводить вот эту пиар-компанию, продумать, какой аудитории вы будете апеллировать. И третье – это разработать внешнюю и внутреннюю информационную политику компании. Вот информационную политику. Ведь каждый сотрудник вашей компании является носителем информации о вашей организации. И, конечно, какая информация является, надо подумать, конфиденциальной, или предметом компетенции определенного сотрудника, надо очень обстоятельно продумать, а кто имеет право представлять официальную точку зрения компании, для какой аудитории. Это очень важный вопрос. И какова процедура согласования официальной позиции предприятия по отдельным важным вопросам рынка и его деятельности. И тогда приступайте к разработке конкретных планов программ, направленных на целевую аудиторию. Далее, вам что требуется сделать? Вам необходимо подготовить информационную папку о вашей организации для клиентов и партнеров, и отдельно для средств массовой информации. Информационные папки для прессы. То есть информационная папка для клиентов, партнеров и для средств массовой информации. Это разные папки информационные. Потому что для прессы вам надо минимум общей информации о компании, сферах ее деятельности, результатах последнего финансового года. А информация о выпускаемой продукции, это уже требуют ваши клиенты. Теперь в папку вы должны включить биографии и фотографии топа ключевых менеджеров. А отдельно для средств массовой информации, так сказать, надо продумать такой вопрос, как список ключевых для компании средств массовой информации. Вот. И примерно вы в этой папке должны наметить темы и акценты, которые будут использоваться при работе с каждым конкретным ключевым средством массовой информации. И, конечно, вы должны обязательно выделить двух-трех спикеров компании, имеющими право представлять средством массовой информации, комментарии, экспертные оценки по ключевым вопросам деятельности вашей фирмы. Вот это примерно так можно охарактеризовать первые шаги, если вы хотите создать такую службу на вашем предприятии. На этом я бы хотел закончить свою первую лекцию. Благодарю вас за внимание. До следующей встречи. До свидания.